Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я ее ведущий Данил Рябинин. Сегодня у нас в гостях и романах Архадий Логинов, проректор Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, Атец Аркадий! Добрый вечер! Благословите наших телезрителей! Благословение Господне да пребывает на всех нас! Ну а для наших телезрителей я хочу отметить, что, к сожалению, сегодня мы работаем не в прямом эфире, но думается, что от этого наша сегодняшняя программа будет не менее интересной. Атец Аркадий, в одной из наших предшествующих бесед мы с вами говорили о богословии Таинства Евхаристии. Ну и, думаю, сегодня в продолжение этой темы хотелось бы обратиться к более частным и практичным вопросам, которые возникают у многих верующих и вообще прихожан в отношении этого Таинства. Как нам всем известно, для того, чтобы приступить к Таинству Евхаристии, в нашей традиции сейчас нужно прежде этого исповедоваться, то есть приступить к другому Таинству. Вот скажите, почему сложилась такая практика? Ведь, по большому счету, эти два Таинства, Церковь их определяет как два отдельных Таинства. Таинства покаяния и Таинства Евхаристии. Ну, современный катехизис, или, можно сказать, катехизис, который пользуется наша Церковь, катехизис составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом московским, обозначает или представляет учение Церкви о Таинстве, исчисляя их седьмирично, то есть называя семь Таинств, среди которых указывает и на Таинство Евхаристии. Но, обращаясь к богословию святоотеческому и обращаясь к работам богослов современных, богослов XX века, будет справедливым указать, что такое отделение Таинств носит условный характер, конечно. Просто само по себе символическое изложение, символическое число, даже которым исчисляются эти Таинства, учение, кстати говоря, о чём, то есть о числе Таинств, имеет довольно позднее происхождение, и, что тоже любопытно, обращаясь, или когда впервые начинает звучать указание на число Таинств, то в трудах отцов в церкви при обозначении их числом семь, начиная их перечислять, указывают там то восемь, то девять, то есть разное количество. Ну, а для нас это значит то, что главным является не число Таинств. И среди этих Таинств, без всякого сомнения, следует выделить, или не просто даже выделить, а сказать, что Таинство Евхаристии есть по выражению, например, Николая Кавасилы, Таинство Таинств. Кстати, такое обозначение Евхаристии можно встретить не только у него в его толковании в Божественной Литургии, но и значительно раньше в трудах святых отцов. То есть вот это ключевое Таинство Таинств. То есть он же также говорит, называя Таинство Евхаристии, печатью всякого Таинства. То есть принимая каждое Таинство Церкви, мы приступаем и причащаемся вслед за ним, как бы запечатлевая это действие Божие, это действие Таинства. И действительно важным является, например, когда человек принимает крещение и миропомазание, то есть вступает в Церковь, тотчас он приступает и впервые в своей жизни приступает к причащению святых Христовых Таин. Мы видим и слышим наставления пастырей Церкви о том, что человек, вступающий в брак, люди, брачующиеся, тоже должны, ну а сейчас в нашей практике, обыкновенно перед вступлением в брак, исповедаться и причаститься. Хотя разумным и в практике Древней Церкви был такой порядок, что совершалось Таинство Брака, в котором по совершению брака брачующиеся приступали и причащались святых Христовых Таин. Эта же рекомендация относится, например, к Таинству Елеосвящения, которое в современной практике обыкновенно совершается для всех, не только для больных, но вообще для всех единожды в году в Великом Посту призываем мы приступить к этому Таинству и по принятию этого Таинства тоже приступить к причастию. То есть мы видим на практике справедливость этих слов, что Евхаристия запечатлевает, есть печать всякого Таинства. Но также его в этом же отношении можно и к Таинству Покаяния приложить, которое будет запечатлевать. И вот в таком контексте, да, вполне оправданным следует считать сложившуюся в русской церкви практику прежде причащения исповедоваться. Но в нашей Таинстве на самом деле обратная зависимость. Не Евхаристия запечатлевает покаяние нашу исповедь, а исповедь предваряет, является условием преступления к Евхаристии. И само по себе это неплохо. И в этом есть определенный здравый смысл, есть полезность, без всякого сомнения. Но есть и такие моменты, которые, ну если не наносят вред, то, по крайней мере, могут посеять в человеке не совсем верное представление о Таинствах вообще, в частности, о Таинстве Причащения и Таинстве Покаяния, умоляя одно другим. С одной стороны, делая Таинство Покаяния условием для Причащения, мы этим самым, ну в некотором смысле, само Таинство Евхаристии как бы представляем, я здесь именно говорю «как бы», да, не как слово «паразит», а именно значение в прямом, то есть как бы представляем его несовершенство. То есть, что для Причащения нечто необходимо, нечто, как исповедь, как Таинство Покаяния, да, без чего само Причащение может быть несовершенным. Но это не так, без всякого сомнения. Равно как и наоборот, исповедь, становясь обязательной для Причащения, порождает отношение человека, может породить отношение человека к Таинству Покаяния, вот, ну, как бы сказать, не то чтобы, ну, в общем-то, в некотором смысле даже умалять его значение. Значение его о котором, то есть как о Таинстве Покаяния, Святые Отцы говорят как о второй бане Паки Бытия, то есть сравнивают Таинство Покаяния с Таинством Крещения. Крещение в жизни человека совершается единожды, и в Крещении человек омывается от грехов своих, то есть ему прощаются все его грехи, совершенные в его жизни, личные его грехи. И ему дается залог его спасения, то есть залог совершенного преображения самого существа его, избавления его от той заразы, той болезни, о которой мы вот в прошлой нашей программе говорили в отношении последствий первородного греха. И в этом отношении Таинство Покаяния столь же значимо, как всякое другое Таинство Церкви. Особенно актуальным вот эта проблема становится для тех людей, которые приступают к причащению часто. Это хорошо причащаться часто, потому что мы принимаем пищу, поддерживающую наши телесные жизни ежедневно, мы не можем без этого обходиться долго, да, мы можем ничего не вкушать, определенное количество времени, но если мы совершенно не будем ничего не вкушать, то в конечном счете наша жизнь телесная угаснет, мы умрем. Так и в духовной жизни, говоря о Евхаристии, о причащении как источнике нашей жизни, которая дает нам духовные силы, вступая в общение, причащаясь самого Христа, вступая в общение с самим Богом, мы и приступаем к этому источнику жизни, о котором Христос в своей беседе, например, с Самарянкой сказал, что я тебе могу дать воду живую. Что он имел в виду? Конечно же, он имел в виду животворящие свое тело и кровь. Равно как и в беседе в Капернаумской синагоге, в его беседе о хлебе жизни, он сказал о том, что тот, кто вкушает мое тело, мою плоть, тот, кто пьет мою кровь, тот имеет жизнь, тот не умрет вовек. И возвращаясь к теме исповеди и причащения, закрывая этот вопрос, я бы хотел сказать, что в сегодняшних обстоятельствах просто разрешить всем в наших условиях причащаться без исповеди, отделить одно таинство от другого, не делать их зависимыми, не ставить одно условием к другому, было бы неправильно. Почему? Потому что пока еще мы не доросли, что не дошли до того состояния, когда мы могли быть уверены в человеке крещаем, когда человек, принявший крещение, действительно вступает через это в таинственную жизнь церкви, то есть становится ее полноценным, полнокровным членом, ведет жизнь церковную, духовную жизнь, преображает свою жизнь, изменяет свою жизнь, то, к чему призывает его церковь, пастыри церкви. И очень часто люди приходят в церковь время от времени. Сама эта практика в традиции русской церкви, она и сложилась как раз из-за того, что ушло понимание значения причащения в жизни человека. И произошло это, в общем-то, как ни странно, из вполне благочестивых побуждений, из особого отношения к таинству причащения, особого благоговения перед этим таинством, и осознание недостоинства нашего к тому, чтобы приступать к святым тайнам, к ним стали приступать крайне редко. Несколько раз в год, в общем, один раз в год. Такая ситуация была в средние века в русской церкви, и в этих условиях, конечно же, было прежде, чем приступать к таинству причащения, было необходимо очистить свою совесть, омыть себя вот этими слезами покаяния, в таинстве покаяния через исповедь. Теперь, когда в XX веке особенно богословы, русские богословы, вновь подняли важность этого вопроса, важность евхаристии в жизни церкви, в жизни каждого человека, и, соответственно, необходимость, не то чтобы необходимость, а важность здесь, наверное, важность частого причащения, вот эта вот проблема встала. С одной стороны, уже сложившаяся практика обязательной исповеди, с другой стороны, желание многих уже теперь быть постоянно в общении с Богом и причащаться к христовых тайнам. Ну, нет ничего неразрешимого, в общем-то, и реакцией на эту проблему в современной жизни церкви стало действие уже конкретных пастырей в рамках своей общины, которые, зная своих чат в лицо, в буквальном смысле, я здесь даже подразумеваю, не просто узнавая их в лицо, а зная именно, да, то есть зная саму их жизнь, в процессе постоянного общения, духовных бесед, исповеди, допускают причащение для них без исповеди, ну, в каком смысле, то есть одно исповедь – это другое причащение, то есть исповедцы тогда, когда в этом есть потребность, необходимость, или с какой-то регулярностью, там, значит, раз в месяц, полгода или, неважно, это уже пастырская деятельность по отношению к конкретному человеку, а причащаться, соответственно, может быть, чаще, да, чем исповедоваться. Но еще раз повторю, что нельзя этот опыт просто взять и переложить на другие церковные общины. В этом отношении мы должны расти, вырасти, мы должны, как к этому призывает вот сейчас нас святейший патриарх Кирилл, что церковь должна сейчас направить все свои усилия к тому, чтобы взрастить в себе вот эту вот церковную общину, чтобы мы имели сильную церковную общину, чтобы приход имел вот это вот ядро, которое бы могло принимать новых членов и способствовать их адаптации в духовную жизнь, то есть, иначе говоря, научить их духовной жизни, в том числе и причащению, как к нему готовиться, что это должен быть не просто какой-то один, два, три дня, неделя к подготовке к таинству, что сама жизнь человека должна настолько преобразиться, что вся его жизнь, вся наша духовная жизнь должна служить одному, тому, чтобы мы во всякое время и во всякий час бы желали и жаждали этого причащения и готовы были к нему приступить. Дмитрий Аркадий, ну, давайте тогда затронем вопрос о чистоте причащения, ну, да, сколько, может быть, раз нужно приходить, приступать к этому таинству, но это грубо, да, я так выразился, потому что многие люди задаются этим вопросом и получают на них от разных людей опять-таки разный ответ, то есть когда у тебя пожелает твоя собственная душа, да, ну, у кого-то она может не пожелать и года, а у кого-то, может быть, она желает каждый день, да, причащаться. С другой стороны, если вот слишком частое причащение, возникает ли у человека вот привычка к этому таинству, или же, ну, вот ряд частных вопросов, вот связанных именно вот с практикой причащения человека, вот в современной церкви. Ну, вот мы как раз пытаемся говорить о значении таинства причащения в нашей жизни, и в этом контексте постоянно я, например, сегодня говоря об этом, делал упор на то, что это действительно важно, сравнивая пищу телесную, необходимую для нашей телесной жизни, с Евхаристией как пищей духовной, и такое само по себе по сравнению предполагает столь же частая необходимость при общении святых христовых таинств, как и пополнение наших телесных сил. Но, когда мы ставим вопрос уже в таком ключе, именно практически, да, а сколько раз хорошо и правильно, да, ну, знаете, вот сразу скажем так для наших телесных сил, что однозначного ответа на этот вопрос невозможно дать, потому что нет одного человека, которого можно было сравнить с другим человеком и найти их абсолютно во всем одинаковыми. Если мы настолько разные даже внешне, то без всякого сомнения наша духовная составляющая тоже различна. И не случайно с древних времен церковь этот вопрос, это понимала и обозначала духовную жизнь человека, сравнивала его с жизнью телесную, что человек появляется в мир младенцем. И сам Христос прошел все возрасты человеческой жизни, по выражению священно-мученика Иринея Леонского, был младенцем, который внешне был неразумным, да, не умел говорить до какого-то момента и так далее. Так и в духовной жизни мы тоже, вступая в нее, принимая таинство крещения, мы тоже младенцы. Вот мы родились, поэтому и сравнивается крещение с рождением от воды и духа. И для каждого возраст его духовный, он не совпадает с возрастом его телесным. Иногда юнец мудрее старца именно в этом отношении, да. Хотя Иксалмопевица говорит, что седина есть возраст мудрости, но при том условии, что если человек от младенчества своего был причастен Богу и жил в Боге всегда, да, конечно, и тогда каждый год жизни в Боге есть тот опыт мудрости, духовной мудрости, который бывает необходим для нас. И потому так мудро устроено в церкви, что есть пасты и церкви, служение которых не ограничивается лишь только взмахиваниями кадила, благословением народа, ношением духовных одежд. Это как раз то, что лишь составляет форму этого служения. А существо служения заключается в строительстве тайн Божьих, потому что именно в совершении таинств происходит вот это вот устроение жизни человека в церкви. Это пастырство, душепопечение, тоже очень важно, и учительство, учение. Так вот, пастырство и душепопечение по отношению к каждому человеку должно заключаться в том числе и в понимании пастыри, и здесь уже встает вопрос ответственности, мудрости самих пастырей церкви, в том, как часто необходимо человеку причащаться. Но, чтобы не оставить телезрителей совершенно без ответа конкретного, мы обозначим, что по крайней мере, некий минимум, по крайней мере мы должны стремиться к тому, чтобы приступать к таинству причащения. Здесь мы опираемся как раз на практику, которая была некогда в русской церкви, вот, например, в XIX, как определялась она пастырями и отцами того времени. По крайней мере, четырежды в год это то время, когда церковь призывает нас очиститься постом, молитвою и смирением. То есть в посты в Великий пост, наступающий, значит, пост, который следует за праздником Святой Троицы и оканчивается праздником Петра и Павла, потому иногда именуется Петровским постом, да, или апостольским постом. Пост Рождественский, или Филиппов пост, и пост, наконец, Успение, Успенский, предваряющий праздник Успения. Вот это то время, когда само по себе, само время благодатно для того, чтобы мы, оставив всякое мирское попеченье, обратили больше внимания на душу и, приготовив себя говением, то есть пощением, молитвою, приступили к Таинству Причащения. Также весьма похвально будет, если человек будет какие-то важные события в своей жизни тоже прибегать к этому спасительному Таинству и Причащаться Христовых Таин, ну, наверное, в день рождения, а наипаче в день своих именин, день своего тезаименицства, или день ангела, который мы называем. Ну, это вот тот, наверное, минимум, да. Дальше можно продолжать. Хорошо разделить Церковью ту радость, и разделить ее как? Не только участвуя молитвами, только словом молитвы, но и приступая, причащаясь к Христовых Таин в праздники церковные, в Великие и Двунадесятые праздники. Ну, а продолжая еще дальше, можно уже сказать, что не стоит самому человеку вот так вот без рассуждения, и об этом нас апостол Павел предупреждает, без рассуждения приступать к этому Таинству, потому что Таинство сие сколь спасительно, столь и страшно. Это меч обоюдоострый, как и всякое Таинство, в Церкви. Что это значит? Это значит, вот я здесь, наверное, отвечу на поставленный мной же с вами вопрос славе апостола Павла, который сказал, говоря о причащении, что потому многие и болеют среди вас, и умирают, что приступают к чаше без рассуждения. Что же такое рассуждение? Ну, под этим можно понимать, и нужно понимать, во-первых, само отношение к Таинству, то есть понимание научения человека вообще вере, учению церковному, учению о догматах, то есть исповедании веры. Мы должны не только душой и сердцем верить, но и ум не должен оставаться без пищи, как об этом говорит апостол Павел. Но более важно то, чтобы рассуждение наше заключалось не в противопоставление, достоин и недостоин. Как раз по смирению, а смирение – это ключ к нашему спасению, ключ к нашему обожжению, да, вот по смирению мы должны понимать, что мы никогда не достойны к этому. Поэтому иногда такое вот можно слышать, что я постсоблюл, молитвы, молитвенные правила вычитал, я всегда протестую против такого выражения, в смысле, что вычитал. Мы не вычитываем молитвы, мы молимся. Если мы читаем молитвы по молитвослову, то опять же, только для того, чтобы получить некий образ истинной молитвы, молитвы, которая выражена в словах святых отцов, вдохновленных духом, которые действительно знали, что такое молитва. И хорошо, когда мы к молитве, читаемой нами, присовыкупляем и свое чувство, свои эмоции, вот это вот, и свои слова даже, в этом ничего плохого нет. Так вот, прочитал или вычитал молитвенное правило, постился, я достоин причащения. Возможно, а может быть и нет. Потому что можно ли говорить, что человек, когда о себе думает, о себе думает, что он очистился, исповедался, вычитал правила и пропустился, что это уже есть свидетельство и его достоинство. Это лишь условие, которое церковь предлагает своим чадам к тому, чтобы как раз готовясь к этому таинству, рассуждать о нем, не приступать мимоходя. Вот о чем говорит апостол Павел. Чтобы это не было просто, чтобы мы зашли в церковь, как иногда случается, к сожалению, увидели, что все люди приступают к чаше, и мы прямым ходом пошли тоже к чаше. Вот тогда действительно не надо удивляться, что и болезни, и скорби в нашей жизни случаются, потому что это и есть приступать к таинству без рассуждений. Сделаем вывод. Количество причащений это зависит от вообще в принципе неправильной, невполне верной постановки. Мы должны понимать, что мы не должны считать, сколько раз мы причастились, а должны все-таки искать, жаждать этого причащения. Сколько раз мы утолим эту нашу жажду, будет зависеть от того, насколько мы готовы, рассуждая, приступить к этому таинству, а поможет нам в этом пастырь наш духовный, наш духовный отец, наш духовник, священник в церкви, которым и нужно обращаться с этим вопросом и не только в рамках исповеди, потому что нужно таки различать исповедь, таинство покаяния, как откровение наше перед Богом, при котором священник свидетельствует о нашем покаянии и духовные беседы. Да, бывает очень трудно, особенно в больших городах, вот этот момент в своей жизни устроить с тем, чтобы иметь какой-то совет, духовную беседу со священником, с пастырем, и не всякий священник бывает на самом деле еще готов к тому, чтобы беседовать, к тому, чтобы дать нужный, необходимый совет, и мы должны в общем-то чаще молиться, наверное, и об этом тоже, и чтобы Господь послал нам духовного наставника, если такого нет, мы должны всегда знать, что Христос есть наш истинный пастырь, и Он пастырь начальник, начальник всех пастырей церкви, и Евангелие это та книга, которая дает нам в общем-то все ответы на все наши вопросы, поэтому чтение Евангелия, как и молитва, должны быть постоянным спутником в нашей жизни. Дисаркадий, ну вот вы цитировали слова апостола Павла, который говорит о том, что многие болеют, да, и умирают, потому что приступают к этому таинству без рассуждения. Ну, стоит ли тогда искать в этом таинстве положим явных каких-то, допустим, избавлений, ну, вообще, что-то для себя, допустим, для здоровья и так далее, потому что, вот если противопоставить, да, секольные тут болеют, без рассуждения, если приступают, то, если, ну, мы будем рассуждать об этом таинстве, вот, как-то готовить себя, то получим ли мы то, к чему стремимся, ну, вот так вот, если противопоставить. Ну, когда мы готовимся к скотовому причастию, то, вот, молитвы святых отцов, о которых мы уже сказали, они, наверное, отчасти дают ответы на эти вопросы. Если мы посмотрим внимательно на их содержание, мы увидим, или, может быть, не даже не главное, а вот те важные аспекты духовной жизни, которые, или те дары, которые мы имеем, приступая к святым тайнам, мы приступаем к ним и молимся о том, чтобы, в первую очередь, они служили нам в очищении грехов и в жизнь вечную. То есть, это есть то, что непосредственно и сам Господь говорит, вот, в цитируемой нами сегодня беседе о хлебе жизни, да, что тот, кто причащается, тот имеет жизнь вечную, тот не умрет вовек. Но Евхаристия, как жертва наше благодарение, это и жертва, которую мы приносим за кого-то, приносим и о своих. И эти слова звучат в богослужении этого таинства, в литургии, например, когда совершает Евхаристию и епископ, архиерей, то после совершения таинства, то есть, приложения, присуществления святых даров, протодиакон произносит эти слова, в которых указывает о ком и о чем совершает приношение, совершается приношение этой жертвы. И там перечисляются в том числе и те аспекты нашей жизни актуальны, актуальны для нашей жизни, да, это и избавление от болезней, от глада, от голода, да, губительства и разных вот этих вот. Важно понимать, что есть цель устремления, да, к чему мы должны стремиться. И есть то, что сопутствует, да, как, ну, не очень может быть такое уместное, но все-таки дающее некоторое понимание, сравнение, когда мы принимаем, когда мы болеем и нам прописывают некое лекарство, мы принимаем лекарство, которое имеет некое прямое действие, да, имеет еще побочные эффекты. Иногда они могут отрицательными, поэтому я сказал, что это не очень уместное сравнение, но иногда они имеют положительные побочные эффекты, то есть помимо действия на конкретные там, заболевания, исцеления, конкретные болезни, мы еще что-то от этого получаем. Так вот, так и в любом таинстве, в том числе и в таинстве Евхаристии, конечно же, принимая его в оставлении грехов и в жизнь вечную, мы получаем исцеление еще и духовное, и телесное. Почему? Потому что вообще это как раз тот таинственный момент, который трудно выразить в словах, но можно попытаться как-то обозначить что-либо, да, потому что Христос для того и воплотился, чтобы исцелить эту болезнь следствия греха Адама, да, который человечество несет в себе, на которое указывает апостол Павел. и соединяясь в причащении со Христом, то есть с Божеством Христа, да, мы получаем и эти дары, то есть и это является следствием причащения. Поэтому из опыта даже жизни человека, его духовной жизни, он может заключить, что вот тогда, когда он причащается, например, болея, в состоянии болезни, он получает улучшение в этой болезни или даже исцеление в этой болезни. Но мы должны понимать, что это не является обязательным следствием. То есть это не так, что вот если жаропонижающее принято, температура должна упасть. Кстати говоря, она может не упасть. Вот. Потому что во всем этом в жизни каждого человека есть еще промысел Божий, благой промысел Божий. И благость Божьего промысла иногда бывает недостижима, непостижима нашему уму, нашему сознанию. Мы не можем понять, как, почему это случается, почему Бог попускает этому быть. Но мы должны в этом случае как раз принимать веру, что всякое попущение Божия в нашей жизни, скорбь в нашей жизни и болезни в нашей жизни не бывают случайными, они бывают полезными и в конечном итоге благи. Это благо для нас. Саркадий, время нашей эфиры подходит к концу. Я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Мы попытались сегодня поговорить на более частные вопросы, связанные с этой темой, с таинствами в Харистии. Я еще раз благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу, благословите наших телезрителей. Господь Бог благословит всех нас и поможет нам познать эту истину, которую возвещает Он нам, и почувствовать в своем сердце Царствие Небесное, которое уже открылось для нас, и вступить в радость Господа нашего. А мы с вами на этом сегодня прощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч и помогай вам Господь. Субтитры создавал DimaTorzok